Весеннее пробуждение природы заставляет чихать, плакать и кашлять. Причина – аллергия, которая доставляет немало хлопот горожанам, страдающим этим недугом. В период цветения отдельных растений симптомы обостряются, и больным приходится запасаться каплями для носа, носовыми платками и лекарствами от аллергии. Подробнее об этой лихорадке расскажем в первом материале выпуска. Для Екатерины Сабировой распускающиеся березовые бруньки не повод для радости, а настоящее испытание. В самый пик цветения у нее дома плотно закрыты окна, а на улицу без надобности девушка старается не выходить. Обострение аллергии у нее вызывает пыльца цветущих растений, деревьев и травы. Аллергия с возрастом почему-то появилась в определенный момент. Не было ее с детства, никогда не мучилась. Проявляется она очень тяжело. Очень сильный зуд в глазах. Бывают отеки, бывают отеки глаз, горло. Это если вообще ничем себя не лечить. В этом году, по словам специалистов, аллергики тяжелее переносят весенний период. Причиной этого стала поздняя весна. Из-за холодов период цветения деревьев разделился на две волны. Поэтому количество пациентов тоже выросло. Причем врачи отмечают, что аллергия значительно помолодела. Можно встретить бронхиальную астму в год, чуть с небольшим. Дети первого года жизни получают препараты, которые получает пациент с бронхиальной астмой. Того, что мы можем встретить тяжелые заболевания в раннем возрасте, настораживает. Причиной роста числа больных врачи называют не только генетическую предрасположенность, но и условия, в которых живет человек. Неправильное питание, злоупотребление антибиотиками, загрязненный выхлопными газами воздух. Все это может спровоцировать аллергию даже у тех, кто с детства ею не страдал. Поставщиками аллергенов являются такие деревья, как береза, ольха и лещина. Эти деревья расцветают уже в мае. Но заморозки не дали полностью распуститься этим растением. Потому с наступлением жарких дней, считают специалисты, возможно появится и третья волна. К серьезным последствиям может привести и самолечение. Симптомы аллергии, а это насморк, чихание и кашель, некоторые путают с проявлением ОРВИ. Прием противопростудных препаратов не приносит пользы, а лишь усугубляет течение болезни. Поэтому прежде чем идти в аптеку за медикаментами, следует посетить специалиста для постановки диагноза.